Полная свобода в питании куриц – залог экономической успешности. По такой формуле работают на этой птицеводческой станции. Цветные бройлеры едят и пьют, когда хотят и сколько хотят. Это во многом и позволяет выращивать здоровую птицу, раскрывает губернатору секреты производства. Птицеводческую станцию построили на месте обанкротившегося предприятия. В восстановлении только одних корпусов вложили 400 миллионов рублей. Добились того, что сейчас здесь выпускают четверть всего инкубационного яйца в Южном федеральном округе. Готовятся запустить убойный цех. Главное условие, чтобы был рынок сбыта. Самый главный вопрос реализации. Сами должны реализовать. Или должен быть оператор, но который должен быть региональный оператор, местный, который гарантированно им прогарантирует, что их цикл даст им прибыль. Они будут сбыты. По большому счету, никогда мы не создадим уверенность любого агрария в том, что сегодня животноводство или птицеводство – это выгодный бизнес. А это бизнес. Они должны зарабатывать. Сегодня мы же все равно должны, как бы мы ни говорили, продумать о том, чтобы венцом их цикла был гарантированный сбыт. Заполонить свои продукции. В прямом смысле, кубанские прилавки готовы и садоводы. Тем более, что почти треть яблок на внутреннем рынке привозны. Для этого местный фермер Александр Акимов вложил 200 миллионов рублей и открыл учебно-методический центр. Всем желающим тут расскажут, как правильно ухаживать за садом, какая система полива эффективнее и сколько удобрений нужно вносить. Губернатору показывают сады, которые вырастили специально для занятий. Такой комплекс, признается Александр Акимов, создал не для собственной выгоды, а чтобы в перспективе кубанские яблоки в здоровой конкуренции вытеснили импортные. «Сейчас на рынке у нас присутствует где-то 60% местного яблока. 60% больше. 60%...» «Ну как опять такой же самый вопрос. На Кубани 60% местного яблока, а 40% привозного. Но, ребята, мы же на Кубани живем. У нас здесь вообще ни одного процента, ни половины процента не может быть яблок ни наших. Это Кубань. На кубанский рынок они не должны пробиваться. Они должны здесь иметь четко возможность продавать столько, сколько хотят». «Яблоко Кубанское расходится по всей территории России. Поэтому и задача стоит нам сегодня ежегодно наращивать как минимум тысячи гектар садов нового типа, интенсивного типа, для того, чтобы обеспечить потребность». То, что делать ставку на развитие садоводства в Ленинградском районе экономически выгодно, считают и в Краевом и Минсельхозе. На поддержку в бюджете заложили деньги конкретно под это направление. «Через 2-3 года район станет еще одним центром в Краснодарском крае, где насадоводство будет являться мощным таким производственным звеном». «На счастье поддержим то, где точки роста. Возможность есть поддержать финансовая возможность в бюджете поддержать садоводов?» «Мы сегодня оказываем поддержку выделением субсидий на закладку садов. Это 230 тысяч рублей на один гектар. Эта поддержка сегодня пользуются те сельхозтоваропроизводители, которые проводят закладку многолетних насаждений. Поэтому эта поддержка осуществляется. И у нас по садоводству, по ряду мер, связанные с раскорчевкой старых садов, тоже мы 60 тысяч на гектар выделяем». Потенциал Ленинградского района действительно высок. Здесь получают почти 3% всей сельхозпродукции региона. Это не только крупные холдинги. При желании и с государственной поддержкой фермерства вполне рентабельный бизнес. Убедиться в этом на собственном примере губернатору предложил местный аграрий. Артем Заострожников сумел создать из убыточного небольшого хозяйства среднее производство. «Вот я слушаю многих здесь, раньше где-то. Вот дайте нам то, дайте это. Мы сделаем то, мы потом то дадим, мы стране угля дадим. Да нет, вы пойдите и сделайте что-нибудь. Я, пользуясь случаем, хотел вас пригласить и посмотреть за три года, что превратилось из банкротного, практически разваленного хозяйства, во что оно сейчас превратилось. И увидеть своими глазами эти точки роста. Мне один фермер сказал, знаете, вот сколько вы денег не давайте дураку, толку не будет. Понимаете, вот важно, хозяин или дурак. А если вы даже хозяин, поверьте, значит без денег, а взатородоевается. Это очень важно. И точки роста даже материальные. Иначе у нас будут прожекты. Не проекты, а прожекты. Реальное, что необходимо, что принесет дивиденд для района. Приоритеты абсолютно верно мне надо расставить. То, что даст максимальные деньги в бюджет. Если деньги появятся, если мы не ошибемся с приоритетом, выберем ту точку роста, которая будет максимально экономически выгодная, значит мы увеличиваем бюджет, значит есть возможность другие точки роста тоже запустить. Но если у фермеров есть все условия для развития, то заниматься малым бизнесом в станице Ленинградской не так уж и легко. Местные предприниматели рассказывают Вениамину Кондратьеву о том, как потеряли свои магазины на рынке. Арендованную у местной администрации землю со всеми зданиями. Просто взяли и продали в частные руки. Теперь люди пытаются вернуть собственный бизнес. Со всеми магазинами, которые принадлежали нам предпринимателям. Придите ко мне, разберутся наши юристы и обязательно поможем. Значит, это самое... Вы у меня ни разу не были. Даже постановка вопроса неправильная. Не они должны идти к вам, а вы должны идти к ним. Если есть проблема, которая на самом деле касается не только его лично, других предпринимателей и людей, которые, по большому счету, торговали на этом рынке, если он там был, рынок. Вот я понимаю, что один встал, дараясь с места, говорит, ну непростая эта ситуация. Совсем непростая. А если они говорят, значит, она не решается. А почему не решается? Может быть, эта талантливая группа предпринимателей, она талантливая по отношению к районной администрации, там тоже талантливо всех окучила, по большому счету. То есть я всегда реагирую максимально на проблему, где уже люди кричат. Ирина Владимирович, а Рысин здесь? Вот посмотрите по конкретной территории. Потому что здесь просто так быть не может и дыма без огня не бывает. Такое отношение к малому бизнесу даже в частных случаях недопустимо, подчеркивает глава региона. Подобные ситуации убивают любое желание людей заниматься собственным делом. Районным властям Вениамин Кондратьев дал понять. Холить нужно не только крупный бизнес, он и так чувствует себя уверенно, но и малые предприятия, которые должны стать основой экономики. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Ленинградский район. Денис Перец, Денис Перец, Денис Перец.